Саляму алейкум ва рахматуллах в баракяту, дорогие сёстры! Сегодня я хотела, конечно же, поговорить по празднике и про восполнение поста Шауаль. И, конечно же, первый вопрос это то, что праздники в исламских странах, в арабских странах, эти праздники делают, именно Айдальфатр делают три дня. И, конечно же, по Сунне эти праздники должны быть один день. Но, то есть по Сунне, пророк Аслам сказал, когда он приехал в Мэддину, он увидел, что есть два праздника, которые делали. И он сказал, что Аллах заменил вам Абдалекуму Аллах, Бигима, Яумани, Айдал-Фатр и Айдал-Адха. То есть, что это один день Фатр и один день Адха. О, один день только праздник. Но это один день, который нельзя держать в нём пост. Другие дни, которые делают мусульмане для того, чтобы успеть поздравить все семьи и так далее, они ещё были тоже при сподвижников и при Табиинах. То есть, в каком смысле? То есть, они не столько называли это праздник, сколько они продолжали поздравлять друг друга. То есть, это могло быть через какое-то время, ну, близкое время от праздника. Это может быть, да, то есть, через день, через два. И вообще, в исламе есть такое правило, как присоединение того, что после и к тому, что до. Это нормально как и в лексическом значении, так и в фыхе, да? То есть, к этому учёные абсолютно спокойно, нормально относятся. Это те же учёные в Саудовской Аравии, у них тоже есть три дня праздников, у них тоже выходные даются долго и учёные ничего против этого не говорят. Есть, нужно понимать разницу между тем, что у нас один день, в котором мы не можем держать пост и есть несколько дней, чтобы друг друга поздравить, да, с праздником. Это не значит, что если закончилось, два часа прошло, двадцать четыре часа прошло с молитвы, с момента молитвы, что всё, нельзя уже больше поздравлять, и это беда, и это против сунны, и так далее. Нет, если вы не успели поздравить, это то же самое, если кто-то умер. Это не значит, что вы можете только в течение первого дня прийти и пособолезновать. Если вы встретите этого человека через два дня или через четыре дня, впервые его встречаете, знаете, что у него недавно кто-то умер, это не значит, что ему нельзя пособолезновать, ему нельзя ничего сказать. Вот, так что не нужно путать эти две вещи, да. Ну и в Аид-Ла-Абха, конечно же, у нас четыре дня праздника, именно праздника по сунне, четыре дня, потому что плюсуются к первому дню ещё и Айем Ат-Ташриф. И второй вопрос, это вопрос, конечно же, возмещения поста. Там было очень обидно, потому что, когда выходят из группы по таким вопросам, когда у тебя есть два мазаба, два мнения, тут уже два мазаба. То есть, если в первом вопросе у нас было такое недопонимание вопроса и знание одной версии, не совсем, да, вот понимание дозволенности или границ дозволенности, когда пытаются сузить границы дозволенного в религии чересчур, чрезмерно. И здесь вопрос уже действительно есть два мазаба, то есть два мнения. Я беру по одному мнению, и когда человек на другом мнении, хочется, конечно, видеть от него какой-то, так сказать, лояльности, что ли, терпимости, не знаю, поискать информацию, разобраться в этом вопросе, прежде чем брать вот так вот не спасибо, не до свидания, не здрасте, не пожалуйста, и просто взять и выходить из группы, при этом бросив такие словцо, типа как какая-то там сестра в интернете. Мне интересно, кто сейчас из русскоязычных получает знания не через интернет, ну, за исключением тех, кто уехали всё-таки куда-то. И то, даже те, кто уехал куда-то, это абсолютно не факт, что они там учились, они просто находились и иногда ходили на какие-то уроки. Вот, поэтому тоже очень странно изначально звучит, да, вот эта вот формулировка, какая-то сестра из интернета. Это такая же сестра, как и в жизни, и мы уже должны за 20 лет существования интернета как-то к этому привыкнуть, что это те же абсолютно те же люди, как и те, которых вы встречаете в жизни. Хорошо, ну, в целом, второй вопрос, это вопрос про восполнение, восполнение долгов за Рамадан. Восполнение долгов за Рамадан здесь тоже есть несколько мнений. Сейчас я вам об этом расскажу. Итак, что же держать первым, шавуаль или восполнять дни за Рамадан? Если вы можете, если вы успеете за шавуаль и это, и это, конечно же, предпочтительней сначала пропаститься свои дни, свои долги за Рамадан. У женщин это часто бывает. И получается, если вы можете это сделать, успеваете это сделать за шавуаль, то это очень хорошо. Сначала восполнение долги, это, конечно же, основа. Это основа вопроса, в этом никто не спорит, в этом все учёные единогласны. Если у вас есть возможность сделать это, то сделайте. Но на самом деле получается так, что у большинства женщин нет возможности держать второй пост, второй месяц пост подряд. Понимаете? И получается, что на деле мало у кого, то есть только те, у кого там совсем мало долгов, пять дней, четыре дня, три дня, а им это достаточно легко. Плюс шесть дней, там ещё там, в принципе, можно через день, да, держать пост и можно и восполнить долги, и сделать пост шавуаля. Не проблема. Но у женщин бывают совсем разные ситуации, и такие, и такие. И, конечно же, в данном случае нужно смотреть. Если вы не можете, то я беру по мнению, что сначала, ну, если вы знаете, что вы в течение года спокойно, то есть и в следующем месяце, и через месяц, спокойно можете восполнить долги за Рамадан. Ну, теоретически, да, лавалем как-то на практике получится, потому что человек может заболеть, стать занятым или ещё что-то. То есть это всё бесспорно. Если он в ближайшем месяце, то есть в течение года может спокойно, да, спокойно, в спокойном темпе восполнять свои долги, свои задолженности за пост, то, ну, он не успевает это делать по определённым причинам в шавуаль, то он сначала должен постись в шавуаль. Если он знает, что ему трудно даже долги за пост отдавать, то ему не надо вообще шавуаль, и никакой дополнительный пост не надо держать. Понимаете? Он должен в первую очередь восполнить то, что он обязан, то, что он обязан держать в религии. Это пост-Рамадан. А то бывает так, что женщины и шешавуаль, и арафат, и ашура, и аем-эль-бид, и пятница, и четверг, а потом, оказывается, они в конце не успели отдать долги за Рамадан. Это очень удивительно, да, вот такой вот подход. Это то же самое, как люди, которые ночную молитву дополнительно молятся, потом целый день спят и пропускают и Фажер, и Зугар, и Асер, и вообще всё подряд. Ну, это то же самое. Поэтому вы должны понимать, что лучше тогда в этом случае вообще ничего дополнительно не держать, пост, а отпастись только в свой фарт. Ну, например, я знаю много сестёр, которые очень соблюдающие, очень богобоязнные, которые бы с удовольствием всё это держали, эти посты, но они, чувствую, у них дети непогодки, и постоянное кормление, беременности, ну, это просто для них очень сложно даже просто долги за Рамадан отдать. То есть, ну, и мне сказали, как это бездоказательно, ну, то есть, понимаете, да, бездоказательно человек, который учился на религию, учился на религии 15 лет, он бездоказательно будет в таких простых вопросах вот просто брать и от себя тяну какую-то давать. Это, конечно, было очень неприятное обвинение, но разное бывает. Я не в обиде на сестёр, у каждого разное хальфия, как называют. Какое же, конечно же, есть этому доказательство, ну, под это доказательство то, что То есть, есть несколько достоверных хадисов, и известно, что она держала дополнительные посты, такой, как Ашура, такой, как Арафат, и также при этом она запаздывала с отдачей долгов. Когда я привела этот хадис, мне сказали, что это не значит, что она не держала пост шауаль, то есть, что она держала пост шауаль, она могла не держать пост шауаль, но тут суть не в этом, да, она могла не держать пост шауаль, и вообще никакие посты не держать, но Арафат и Ашура, этот пост, да, то есть, она тоже не могла держать до того, как она отдаст долги, а она не отдавала долги по хадису вплоть до Шаабана вплоть до Шаабана то есть там уже прошло и Ашура там уже прошло и Арафат все это уже давно закончилось понимаете вот поэтому тут как бы нужно эти тексты размышлять над ними более углубленно, дать себе хотя бы несколько дней размышления над вопросом, а потом уже кому-то делать больно в общем, надеюсь вам было полезно и я надеюсь, что такие подобные видео будут выходить периодически потому что такие вот вопросы которые очень сложно мне выбраться и написать у нас Аллаха Саляма и желаю чтобы Аллах облегчил вам прошу Аллах, чтобы он облегчил вам и посты чтобы он облегчил вам поклонение и вне Рамадана также так как очень много желает этого во время Рамадана но не стоит забывать, что у нас есть еще дополнительные посты дополнительное поклонение дополнительные моменты в религии дополнительные моменты в религии очень важные моменты которые нужно делать круглый год и да, облегчить нам Аллах Саляма и поклонение Ему всегда как я говорю 24 на 24 365 на 365 Алхамдуллах и расслабление и расслабление и расслабление и расслабление